Короче, ребята, у меня еще такая суперспособность. Плакать будешь на выпускном? Нет. Ты рада, что ты вообще последний раз идешь в эту школу? Ты в эту школу больше не придешь. Приду, потому что Артур сюда пойдет. А может, Артур в ней в эту пойдет? Тогда танцуй. Она, в общем, вот с перемотанной рукой. Что случилось? Всем привет, на сегодня я буду собираться на выпускной. Выпускной буквально утром, время уже ночь. И Ева только сейчас решила на него пособираться. В общем, я ей еще два месяца назад говорила, Ева, в чем ты пойдешь на выпускной? Может, купим платье? Я говорю, да, ну, да, нет. И вот, короче, наступил выпускной. И что, вам сказали прийти в школьной форме, да? Ну, нет. Нет? Просто нарядными? Да. И Ева вот тоже приготовила то, в чем она пойдет. Поэтому сейчас она хочет это померить, чтобы утром уже просто проснуться это и одеть. Правильно? Да. Так что давай перевоплотись быстренько, и мы оценим твой лук. Ну, вот так вот получилось. В принципе, как бы красиво. Я не знаю, ну, это красиво и кринж. Не знаю, ну, в принципе, нормально. В целом, очень прикольно получилось, как в стиле Прада. Да. У меня же есть сумка Прада. Так примерь, какая лучше смотрится. Мне кажется, Прада ко себе смотрится. Я пару яиц сварю и огурец. Давай. В сумочку. Ева. Ну, реально. Ну, я же тут... Я, короче, накуплю... Я придумала, пока мы будем, короче, идти на выпускной, я же пойду с подругой. В смысле? Ну, да. Мы же все вместе с семьей должны идти. Мы накупим шоколадок, положим все. Чтобы вам накупить шоколадок, это еще раньше нужно проснуться. Да, блин, что там? А вы спите до 12. В смысле? Поэтому завтра... Главное, на выпускной не проспать, не говоря уже о том, что ты там собралась шоколадок накупить и так далее. Ну, да. Мама, а можно я накрашусь на выпускной? Ну, супер-изи мейкап. Очень лайт-лайт. Это типа тушь, румяна, хайлайтер, губки, бровки. По-моему, это уже слишком много. Ну, так а что, тушь я точно буду красить? Мам, без туши я очень некрасивая. Почему? Очень даже красивая. Кстати, тебе нужно учебники достать и завтра сдать, потому что весь класс сдал, одна ты не сдала учебники. Нет, еще моя подруга не сдала. Ну, вот, значит, мы вдвоем не сдали. Так что завтра нужно их принести. Еще, кстати, я думала надеть вот такие вот сережки. Возможно, эту штучку. Давайте сразу померяем, короче. Тяги. Такие бархатные тяги, тяги, тяги. Ну, а этот будешь сердечко мерить? Да. Знаете, вот сердечко его практически вообще не вижу, поэтому я его одевать не буду. А сережки очень красиво смотрят, как помню. Поэтому я их буду одевать. Хеллоу. О, не знаю. Кто это? Короче, ребята, у меня есть такая суперспособность, потому что я, короче, могу делать похожий звук. Ну, похожий из Роблокса. Короче, старый был такой звук, сейчас уже новый. Это звук, когда кто-то боты завернул, да? Ну, типа, когда ты умираешь. Ну. Ты завтра на выпускном, это номер отъем. Звуки из Роблокса. Утром продолжу я свой влог, короче, буду мыть голову и ложиться спать. Мы подъезжаем к школе. Я хочу безумно есть, просто очень сильно. Плакать будешь на выпускном? Нет. Почему? Потому что я не буду плакать. Мы уже подходим к школе. Артур бежит с радостью в школу, Ева с грустью. С грустью иду, потому что моя подруга не пришла. Подруга не пошла на выпускной? Ну, а ты рада, что ты вообще последний раз идешь в эту школу? Ты в эту школу больше не придешь. Приду, потому что Артур сюда пойдет. А может, Артур не в эту пойдет? Просто будешь приходить в школу, да? Что такое школа? Скажет вам другой. Это крепость наша, это дом родной. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, мы и пришли с выпускного. Мне, честно говоря, не очень грустно. Что, почему тебе не грустно? Ты же больше в эту школу не придешь. Ну почему? Ты пойдешь в другую школу. В эту школу ты уже не вернешься. Ну, может, я могу уже прийти. Ну, Артур туда пойдет. Ну, учиться же ты там не будешь уже, раз тебе не грустно. Ну, не знаю, но так. Как выпускной тебе? Нормально. Что там на выпускном? Тебе что-то подарили? Не то, что подарили, просто отдали. Отдали вот такой выпускной альбом. Вот тут Ева! Короче, вот такой альбом у нее получился. С одноклассниками. Мне подарили грамоту, представляете? Смотрите, что меня тут благодарят за хорошее воспитание дочери Евангелины. И главное, меня настораживает фраза. Вот эта последняя здесь написана. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. О каком сотрудничестве идет речь? Что Артур пойдет в эту школу? Еще Еве, учительница, отдала вот такую папку. Она эту папку собирала с первого класса. И, короче, вот выпускной в четвертом классе отдала ее Еве. И здесь вообще, смотрите, Ева, фото с первого класса. И здесь она писала сочинение про то, как она пошла в школу. Я, конечно же. Короче, вот рисовала школу. Здесь она получила диплом за третье место в подделках. Короче, тут куча всего интересного. Рисунки. Вот это вообще меня тронул рисунок до глубины сердца. Это северное сияние в городе Норильске. Родина моей мамы. Это так мило, Ева. Я тебя обожаю. А, его семью. Смотри, как классно. Папа, Ева, мама и Артур. А получила пять за это. Боже мой, что за крень. Короче, тут какие-то диктанты на оценку сохраненные. Ну, вот. Это сочинение, как Ева провела лето. Тут фотка Евина. Короче, что-то они тут рисовали опять. Сочинение про Петра Первого. Листочки. Опять какие-то рисунки. Какой-то план. Короче, куча сочинений. Тут про Новый год сочинения. Еще что-то. Есть анкеты. Тут очень классно есть вопросы. Очень интересно почитать. Будет особенно, когда ты станешь взрослая. И потом сможешь это все пересматривать. И вот смотрите, есть сочинение, что такое счастье. И тут главное футбольное поле нарисовано. Это неотъемлемая часть счастья, Ева, да? Благодарность. Вот такая плитаца. Очень красивая. Благодарность. Тут кого-то Ева нарисовала. Еще кого-то. Что? Кто? Это уже ладно. Тогда танцуй. Дальше я не знаю. И самое интересное здесь, это то, что сохранены... Это что? Это я не знаю. Это я раньше, типа, была эстетик герл. Раньше. Вместо головы рисовала ромашку, да? О, боже, у меня даже есть такой человек. Я сейчас ненавижу вот это все. Какое-то странное. Ну, ладно, это все равно была часть твоего взросления. Не надо это ненавидеть. Просто останется на память. И, короче, тут есть прописи. Самые первые прописи Евины. Ева, первый класс. И здесь вот они и разрисовывали все это. И, короче, такие элементы рисовали. И, короче, очень классно. Это все останется на память. Вот такие закорючки. Очень прикольно. Потом можно будет пересматривать, показывать твоим детям. Хорошо, что это сохранилось. Есть тетрадка по математике первая, да? Это еще вы карандашом писали. Еще смотри, какая простая математика. Там надо было всего складывать 2 плюс 8. Да? А это по русскому тетрадка, да? Тоже первая. Вот тоже оставили ее на память. Поэтому, короче, это очень круто. В общем, выпускной брошок. Надо собираться на танцы. Короче, я пошла на танцы. Ну что, я забрала Еву с танцев. И она, в общем, вот с перемотанной рукой. Что случилось? Я упала на руку. Ева как-то на танцах упала на руку. В общем, и приехали в травпункт. Сейчас пойдем делать снимок. Надеюсь, это не перелом. Я думаю, что это трещина. Пойдем сейчас узнавать, что это. В общем, Ева сейчас пошла на рентген. Меня не пустили. Сказали, уже большая. Может, одна пойти. И я ее жду. И надеюсь, там нет перелома. Короче, у меня фоткали руку вот так. Вот так. И вот так вот. Во всех проекциях. Что мы вошли от доктора? И? Ева? У меня болит. Трещина. Толкная нога. В общем, слава богу, перелома нет. В общем, у нас ушиб какой-то сильный. Или не очень. Вот нам дали, короче, тут рекомендации. Надо мазать мазью. Если что, пить норофе. Рентген мы вот тоже сделали. Перелома нет. Поэтому, слава богу, а то я подумала уже не избежать вот этой ситуации, когда ты пошла первый раз в первый класс со сломанной рукой. И на выпускной как раз в день выпускного в четвертом классе опять сломать руку, только уже другую. Первый раз, когда я сломала руку, но это был единственный раз, когда я что-то ломала. Я каталась на скейте беззащитной. А вот. И потом скейт начал уезжать. Из-под ног? И я упала на локоть. Но самая фишка всей этой истории, что это был уже вечер, и мы решили, что утром мы не успеем купить цветы на 1 сентября в школу. И вечером решили пойти быстренько возле дома купить цветы. И в этот момент произошло падение, и мы всю ночь ездили по травпунктам. Да. В общем, искали, где сделать. Снимок можно, потому что ночью это сложнее, чем Кстати, в этот раз я тоже назад упала. Тоже назад. Надо тебе аккуратнее с задним падением. В общем, хорошо, что все хорошо закончилось. И сегодня праздник выпускной, и он ничем не испорчен. Ура! Ну вот. Вот такой вот день получился. Вот такой, да, выпускной получился. Ну хорошо, хоть не перелом. Правда же? Будем мазать твою руку, как доктор сказал, не нагружать. Специальной мазью мазать, чтобы она быстрее прихвать. Хоть в зеркало смотреться, быстрее в камеру. Ой, стоп. Три лучших комментария. Я пошла отдыхать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...